По результатам этих выборов, после уже их, Путин прибежал тут же прям ночью праздновать, и в этой картине празднования, где он выступал с многими речами, я сейчас процитирую только одну коротенькую историю, но его окружала толпа молодежи, они шли с ним по сцене, многие стояли в зале, и я почему-то не думаю, что им дали денег. Я почему-то думаю, что эти люди стали нацистами добровольно совершенно, сознательно, осознанно, что это их такие нацистские взгляды у этой молодежи, к сожалению. То есть с последним мертвым пенсионером, так сказать, пропутинским, ну я имею в виду, пенсионеры тоже бывают разные, все это эпоха Путина не заканчивается, они уже вырастили новых верных путинцев, к сожалению, которые на сцене пели за Путина вчера. Ну а Путин впервые осмелел, так как он теперь президент с 87% у него, поэтому он осмелел и впервые вслух произнес слово Навальный, он раньше не говорил такое слово, не знал, сейчас произнес, назвал Навального по фамилии, говорит, господин Навальный ушел из жизни, это всегда печальное событие, то есть для Путина всегда печальное событие, когда Навальный уходит из жизни. Но, говорит, бывали и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни, а разве в США этого не было? Ну действительно, что? Это жизнь, добавил Путин, то есть смерть это жизнь, мы все ждали от него, когда он заговорит языком 1884 уровня, это жизнь, дело такое, дело-то житейское, ну умер Навальный и умер. Это печальное событие, говорит, но была, говорит, идея обменять Навального на тех, кто находится в западных странах, я был согласен, мы его хотели поменять, чтобы он не возвращался, но смерть случается, такова жизнь. Смерть случается, такова жизнь. Потом даже в подробности ушел, говорит, ко мне пришел, говорит, человек один, говорит, давайте обменяем Навального, а я, говорит, даже дослушивать не стал, говорю, давайте, сказал Путин. Это он про Абрамовича, как вы догадитесь, рассказывал, да? Вот. Правда, потом Пескову пришлось почему-то это опровергать и говорить, что нет, Путин не подтверждал факт переговоров об обмене Навального. Ну тут уже как-то нас держит совсем за придурков, потому что, ну Путин это на видео говорил, или все-таки это какой-то действительно банкетный говорил, я уже не знаю. Ну и закончу я рассказ про эти сраные выборы, цитатой тоже из письма Татьяны. Здравствуйте, уважаемый Михаил, вчера слушала ваш эфир, он не был таким уж вдохновляющим или жизнеутверждающим, но одна мысль заставила меня улыбаться. Вы сказали, что любите оптимистов, потому что оптимистам быть сложнее. Не буду вступать в дискуссию, скорее соглашусь, потому что долго была пессимистой, но упорно училась быть оптимисткой. Но училась и назад не тянет. Так это я к чему? Сегодня додумалось, что нарисованные 87% это же куда лучше реальных 51%. Понятно, что будущего никто не знает, а история не точная наука, но чем выше нарисованный процент, тем ближе к концу. Так было и не раз. Хорошего дня, лайк, подписка, говорит Татьяна, чего и вам желаю, кстати, лайк поставить сейчас этому видео и подписаться на канал Шепельман. Напомню, кстати, что у меня большая амбициозная цель, такая же почти как у Путина, но только мне нужны не проценты, а в штуках. 400 тысяч подписчиков к концу марта, осталось 12 дней, мне нужно 400 тысяч подписчиков, 13 тысяч, 12 дней, это очень сложно. Помогите, помогите кто сколько может, буду теперь во всех эфирах просить проголосовать за меня кто сколько в состоянии. Так вот, я согласен с Татьяной, помните, что я говорил, кроме всех этих 86%, которые я предсказывал, я говорил, что после того, как россияне довели долю военных, долю военных расходов в бюджете до половины бюджета, им больше-то некуда, но они могут сделать три четверти бюджета на войну, и тогда уже никого не кормить. 100% бюджет на войну, и пусть все умрут от голода, кроме военных, но 101 не получится. С выборами то же самое, Путин постоянно карабкается, он на первых выборах набрал там 50 с небольшим, потом там 60 что-то, я ж не помню, 68 что ли в 12 году, 70 с чем-то в 18, сейчас 87, дальше-то куда? У него тоже есть некоторый предел, ну и кстати, получается 13 против него, 13, а 13 несчастливое число, как вы догадываетесь. Погрячился он с этой циферкой. Ну ладно, хватит ерничать, на самом деле ситуация-то у нас такая, что надо продолжать, просто продолжать войну против этого режима. Да, у нас теперь есть русский добровольческий корпус, другие добровольцы, у нас теперь есть российские оппозиционеры, которые поняли, что с шариками не получится, и лучше с патронами, чем с шариками. Но главное, у нас есть вооруженные силы Украины, которые продолжают делать свою работу каждый день. 810 россиян не смогли проголосовать, потому что были вчера уничтожены наши армии, 19 танков, 17 бронетранспортеров, 34 артиллерийских орудия были уничтожены вчера. Россияне отвечали, как всегда, по нашим мирным. 22 шахеда выпущено, 17 наши сбили. Ну вот во время удара по Николаеву в больнице умер мужчина. В том смысле, от того удара, 8, извините, 8 человек было ранено, но осталось 7, потому что 1 погиб. Ракетная атака в воскресенье днем. Потом уже сегодня утром удар по Херсону. Артиллерия загорелась, пятиэтажка, но наши спасатели потушили раньше, чем кто-то погиб. Сибирский батальон, наши, как они, союзники называются, заявили, что подняли флаг еще в одном населенном пункте Российской Федерации, который называется, сейчас вам скажу, село Козенко Российской Федерации. И хрен бы с ним, с этим, как говорится, селом Козенко. Ну, молодцы, захватили, это же круто в смысле. А мы все выходные, я вчера не стал тревожить вас этой новостью, но все выходные мы продолжали нашу тщательную работу по уничтожению российских заводов нефтеперерабатывающих. Значит, за выходные три завода, два из них в Самарской области. То есть утра в субботу это было, первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающих завода в Сызране, ну да, в Сызране, это, видимо, в Саратовской области есть. Там начался пожар, площадь возгорания составила вот столько, работали пожарные. В это же время несколько других дронов атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, где тоже начался пожар. Значит, также атакованы Новокуйбышевский, Самарский и Липецкий нефтеперерабатывающие заводы. То есть, правильно, извините, значит, три было в субботу. Еще один добавился уже в воскресенье, это был завод в Славянске-на-Кубани. В Славянске-на-Кубани, Краснодарском крае. Есть красивые видео с этого завода, как одна один с другим просто прилетают туда беспилотники, все взрывается. НПЗ в Сызране, которая атаковала Украину, тушили больше суток. Утром 17 марта только, то есть вчера, воскресенье утром, он только был потушен, а так тушили более 24 часов, что говорит о том, что, скорее всего, там были большие повреждения. Большие повреждения. Теперь еще из этого Славянска-на-Кубани, значит, атакован он был, вот этот Славянский НПЗ, дронами СБУ, ССО и сил беспилотников. Это официальное наше заявление. Значит, можно говорить об успешном результате. Был зафиксирован большой пожар в районе атмосферных колонн, которые и были основной целью. В целом, дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов. Вот так. Мы сейчас ждем 13-го нефтеперерабатывающего завода. Это будет тогда песня. «Тринадцатым заводом умру и наплевать, я жить-то не умею, не то что уплевать». Помните, я опозорился, когда пел вам песню «Тринадцатым солдатом умру и наплевать», утверждая, что это Высоцкий, а это был Юрий Кукин. Теперь мы точно знаем, что песня «Тринадцатым заводом умру и наплевать», она переделывает тексты Кукина, а не Высоцкого. Так, вступаем мы в сложную неделю. Сегодня понедельник, 18 марта. Закончили мы историю с этими выборами, будь они прокляты российскими. И переходим мы к выборам американским постепенно, до которых еще много, кстати, сколько, еще 8 месяцев почти. Но роль американских выборов в нашей войне, она большая, в отличие от российских. Российский было так, посмеяться пару дней. А вот что будет в Америке, это для нас многое будет решать. На этой неделе, возможно, любые сдвиги, как вы знаете, 22-го вроде бы числа, это в пятницу, есть некий дедлайн по голосованию за бюджет американский, и, соответственно, там уже будут и нас, возможно, голосовать. Возможно. Военную помощь Украине я имею в виду. Ну, а пока Трамп делает очередные заявления. По поводу нашей войны. Он давал интервью Fox News. Сказал, что, надеясь, когда у него спросили, да, вам поможет, будет ли он, извините, продолжит он помогать Украине оружием, или позволит он оккупировать Путину часть Украины, если его снова изберут президентом. Он сказал, что надеется, что до этого дела не дойдет. К тому времени, пока он возьмет на себя полномочия президента, внимание, пройдет много времени, более 9 месяцев. По его словам, для войны и политики это вечность. То есть, Трамп говорит, слушайте, может, Байден как-нибудь справится без меня, может, он уже этих русских там ших-ших-ших уноси готовенького. Трамп подчеркнул, что Россия имеет мощную армию, хотя украинцы и очень храбры, он считает, что нужно было договариваться и искать компромисс. Да. Дальше говорит, для меня этот вопрос очень болезненный, потому что если бы я был президентом, то Путин бы никогда не решился на вторжение. О как. Я очень хорошо знал Путин, у нас были хорошие отношения, он бы никогда не решился на широкомасштабное вторжение, если бы я был президентом. Если бы у нас был настоящий лидер, Путин бы никогда этого не сделал. Помните, он не делал этого годами, и не было никакой реальной угрозы того, что он это сделает. Я говорил Путину, я говорил Путину, но ты не можешь этого сделать. И вот дальше, кстати, позитивные слова от Трампа. Слушайтесь в них. Если бы я был президентом, все эти люди жили бы, все эти красивые города, старинные тысячелетние купола, золотые купола, культуру невозможно заменить. Это ужасная ситуация. Ого! Трамп-то, оказывается, знает историю Украины, в отличие от Путина и этого Такера Карлсона. Тысячелетняя-то история только Украины, у России-то 33 года. Во как! Заговорил. Тысячелетние купола, золотые купола. Все бы эти люди были живые, красивые города были бы целы, сказал Трамп. Замечаете изменения в политике товарища Трампа? Я замечаю. А понимаете, почему? Я вам сообщал в пятницу, потому что на последнем опросе общественного мнения, ну, экзит-не-экзит-поле, конечно, еще, опросе перед голосованием, предвыборном опросе социологическом, он отстает уже от Байдена на один процент. Он понял, что перегнул вот это, сливая Путина, поддерживая Путина, как-то поддакивая Путина. А теперь выяснилось, что нет, так не получится. Чтобы победить на выборах США, надо быть против Путина, а не за. И вот уже неожиданно появились золотые купола. Скоро выбьет себе это. На левой груди профиль Путина, а на правой Маринку Анфас. Ну, я шучу, в смысле, выбьет с себя золотые купола, я думаю. Этот самый Трамп, чтобы победить на выборах за счет украинских голосов, мне так кажется. Да. В общем, пока есть эти 9 месяцев, мы пытаемся их использовать, использовать с пользой. Господи, что же за масляное масло, я говорю. Мы пытаемся как можем. Вот Чехия, например, предложила Евросоюзу запретить импорт зерна из России и Белоруссии. На заседании Европейского... А-а-а, нет. Наоборот, это вот сейчас будет. Этого еще не было, это будет. Итак, на заседании Европейского Совета, на этой неделе, которая состоится, значит, Чехия предложит запретить импорт российского и белорусского зерна в Евросоюз. Об этом заявил министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный. Вот. Мы будем настаивать на том, чтобы зерновые и масляничьи культуры были в списке санкций и не попадали в Европу. Премьер-министр Петр Фиало представит позицию Чехии на заседании Евросовета. По данным Евростата, в прошлом году из России в ЕС было импортировано полтора миллиона тонн зерна, что больше, чем до войны в Украине. Например, Испания, где был неурожай, импортировала в разы больше. Нет ни одной причины, почему должны поддержать агрессора, покупая российское зерно в Европе. Нет никакой опасности, что цены на продукты вырастут и так далее, и так далее, и так далее. В общем, кстати, чтобы вы понимали, что мы не едины в нашей борьбе с польскими фермерами, но вот у нас-то они границу перекрывали, так они сегодня перекрыли границу с Германией тоже. Я не знаю, что там из Германии возят, Вольксвагены или что там, не знаю, Майнкампф. Ну, короче, что там возят такое из Германии, что польским фермерам не понравилось, они ту дорогу тоже перекрыли. Но чехи решили все это сделать кардинально, так же, как это сделали уже латыши, и просто предлагают запретить ввоз российского зерна. Ну, это самое логичное в смысле. Зачем покупать российское зерно? Зачем поддерживать россиян, Путина? Зачем? Зерна хватает. Мы можем заменить российское зерно. Помните, Путин говорил в начале войны, когда они стали топить наши корабли, наши суда с зерном, обстреливать прямо в порту, и когда сказал ООН, что сейчас будет голод во всем мире, Путин сказал, не, не, не страшно, мы украинское зерно заменим своим российским. Чего так переживаете-то? Мы все нормально, все на замену будет наше российское зерно. Вот. А теперь мы заменим. Теперь наша очередь пришла заменить российское зерно, чтобы никто не пострадал, чтобы не подорожало, чтобы никто с голодом не умер. Придет Украина и заменит своим зерном. Их зерно. Еще немного о разговоре про санкции. Будем продолжать искать предателей. Значит, всплыли такие новости, что оказывается, Словакия хотела помочь Венгрии снять санкции Евросоюза с Алишера Усманова. Алишер Усманов, приемный отец Алены Кабаевой, Алина Кабаевой, ну как, неофициальный приемный отец, так скажем, зажила у него дома. Он продал ее Путину, незадорого потом. И этот самый, ну продал фигурально выражаясь тоже. Этот самый Алишер Усманов, короче, всеми силами пытается снять с себя санкциями, потому что очень хочет жить в приличном месте, а не в сраной Москве. Но вот, видите, у него проблемы. Поэтому он купил себе Словакию, чтобы она сняла с него санкции. Вопрос о снятии санкций Сусманова был предметом переговоров премьера Словакии Роберта Фитца и министра иностранных дел какого-то там с венгерскими коллегами в Будапеште в декабре 23-го года. Словецкая сторона, она попросила Венгрию поддержать исключение из санкционного списка, значит, некоего словацкого бизнесмена Йозефа Гамбалика, который попал в список. Почему? Потому что он на мотоцикле ездил вместе с этим хирургом из ночных волков российских. Ну как бы ладно, он Словак, мы понимаем. Но, говорит, и заодно, чтобы два раза не вставать, ну раз уж вы все равно будете снимать санкции с Йозефа Гамбалика, давайте еще снимем с некоторых россиян тоже санкции. И дальше выкатили целый список. А список выкатили такой. Значит, рассказываю. Это которая, вернее, тут так, сори. Значит, Словакии попросили Гамбалика, а Венгры в ответ выкатили список. Давайте, мы поможем вам снять санкции с Гамбалика, а вы помогите нам, Венграм, снять санкции с ИС. И дальше список идет. Аркадий Волош, бывший глава и основатель Яндекса. Сергей Мадаянс, это я не знаю кто он. Усманов, бывший гонщик Формулы-1 Никита Мазепин и российский миллиардер Вячеслав Кантер, который ворует эти удобрения. И что вы думаете? В результате Воложа и Мадаянцы действительно исключили санкционного списка, а вот в отношении Усманова, Мазепина и Кантера выразили сильное в Евразовье возмущение и санкции против них сохранили. В этой новости прекрасно следующее. То есть мы понимаем, почему сохранены санкции против Усманова, Мазепина и Кантера. Это мы понимаем. Но теперь, когда снятые санкции с Воложи и Мадаянца, то есть с основателя Яндекса, выглядят как-то несколько, мягко говоря, странно. То есть оказывается, настаивала на снятии санкций Венгрия и ставила она его в один список с Усмановым, Мазепиным и Кантером. Совпадение? Так я ведь не думаю, что это по совпадению, по-чистому этот человек оказался в одном списке. Может, все-таки стоило бы это решение еще разочек провентилировать насчет того, с кого снимать санкции, а кого не снимать. Ну и последняя на сегодня новость. Вообще сегодня, вот не знаю, начало было выпуска слегка занудным, потому что все эти выборы, они, как выяснилось, не стоили выеденного яйца, и про них разглагольствовать не стоило. Но вокруг них столько шума наворотили, что хотелось как-то все это закрыть, отряхнуться от этой грязи. Ну серьезно, от путинского этого говнища, понимаете? Ну простите, я поэтому что-то много про них разговаривал. Такой сегодня выпуск. Ну а последняя новость, она прямо какая-то новость недоразумения. Значит, Франция, я об этом заявил Макрон, интервью украинским изданиям, предложит России прекращение огня на Украине на время Олимпийских игр. Значит, выступления российских спортсменов на Олимпиаде под белым флагом, то есть, что на Олимпиаде в Париже, почему Макрон-то про это говорит, будут россияне выступать в том числе, но с белым флагом. Видимо, им Папа Римский подарит белый флаг. Значит, ну они будут нейтральными, типа. А выступления будут очень тщательно отслеживаться, чтобы никто из спортсменов не воспользовался этой ситуацией. И он пояснил Макрон, что хочет сделать услышанным месседж мира толерантности и добиться возвращения Украине территорий. Окей. Прежде уже случались конфликты, из-за чего из выступлений исключали спортсменов, мы это уже проходили, сказал Макрон. И дальше получается, значит, что предложит он России прекратить огонь на время Олимпиады. Ну такое предложение. Мы-то согласны, чтобы Россия прекратила огонь на время Олимпиады. Нам-то что, нет? Ну пусть Россия прекратит огонь на время Олимпиады. А мы-то продолжим, правильно? Вооруженные силы Украины никуда не будут сильно отвлекаться на Олимпийские игры. Я думаю, что если Россия действительно выполнит просьбу Макрону, я за, я поддерживаю просьбу Макрону, прекратят стрелять хотя бы на это время, Олимпиады длится месяц. За месяц можно прийти и просто перерезать всех оккупантов, понимаете, если они не будут отстреливаться. Прямо брать их тепленькими в их лагерях базирования, им же стрелять нельзя. И будем потом скажем, спасибо, Макрон, спасибо, все получилось, все 400 тысяч вот получите, свеженькие, еще теплые. Я считаю, что это вот это настоящее миротворчество, потому что предлагает Макрон вот это истинное стремление мирового лидера к тому, чтобы действительно прекратить войну. Не Трамповщина вся эта, не Орбановщина, а вот человек говорит, россияне, давайте так, вы на время Олимпиады прекращаете стрелять, и когда Олимпиада закончится, не будет ни одного оккупационного солдата и ни одного гражданского оккупанта на территории Украины. Мы, честно, одобрямся, поддержать. Я понимаю, что это все чушь собачья. Мы, видимо, с чушью мы начали сегодняшний выпуск с выборов президента России с 80% и тайного узбекства и его чушью, предложением Макрону, таким бредовым, и заканчиваем. Редактор субтитров А.Семкин